Вот посмотри на душу, на человека, какой он изнутри, а потом правильными отношениями с ним сделай так, чтобы эта душа вышла из него, чтобы он действительно стал таким в твоих отношениях с тобой. Ты должен трудиться потом очень много над этими отношениями. Не просто жить с ним, работать, а трудиться над отношениями. Это духовная деятельность. Работа недостаточно здесь. Готовить пищу недостаточно, стирать недостаточно, работать недостаточно. Для близкого человека. Нужно работать над собой, потому что нужно подняться над этим уровнем. Это же уровень сознания, это не то, что мне чего-то не хватает, я недоделанное, что не могу бескорыстно служить. Как некоторые подходят после лекции и говорят, я недоделанное, Олег Геннадьевич, не могу бескорыстно служить. Объясните мне, ты доделанная, потому что каждый человек — это душа. Душа доделанная, у неё просто знаний не хватает. И в чём разница между отношениями в страсти и отношениями в благости? Когда благостный эгоизм действует, человек наполнен знанием, он точно знает, как надо вести себя, чтобы любовь появилась, что над любовью трудиться надо, что она не возникает сама по себе, это вожделение возникает само по себе в отношениях. А чтобы любовь возникла, нужен труд в отношениях, нужно совершать аскезу. Совсем другие принципы работают. Некоторые люди думают, что всё естественно должно быть. Ничего подобного. Не естественно сначала, а искусственно. Надо сначала в постели искусственно вставать рано утром, а потом ты естественно будешь вставать рано, и тебе будет это нравиться. А сразу нравится не будет, потому что эгоизм действует прямо наоборот, чем счастье человека. Счастье человека — это вставать рано и ложиться рано, а эгоизм заставляет человека вставать поздно и ложиться поздно. Счастье заключается в том, чтобы ограничивать себя в питании и кушать в норму, а эгоизм заставляет кушать много. Счастье, знание, истинный эгоизм говорит «не наедайся на ночь», а ложный эгоизм говорит «давай покушаем, Олег Геннадьевич уже спит». Любовь — это естественная функция души служить и заботиться о других. Это энергия Бога на самом деле, потому что душа в обычном состоянии, она требует любви. То есть в обычном состоянии мы не любим, мы требуем любви. Это состояние приносит нам страдания. Чем больше человек требует любви к себе в этом мире, тем больше он страдает. Таков закон. Любовь принадлежит Богу, это божественная энергия. Мы по природе корыстные. Бог бескорыстен, божественная сила бескорыстна. Когда человек наполняется этой бескорыстной силой во внутренней жизни, в духовной жизни, её надо откуда-то взять, она не возникает сама по себе. Можно от святого человека, от священного писания, от святого места. Её можно взять только от чистоты, от святости. Когда человек берёт эту бескорыстную силу от кого-то, настраивается правильно, потому что разум всегда перенимает знания, он не может сам его родить. Надо взять откуда-то знания. Когда разум наполняется знанием от святости, он поворачивает это настроение души, и возникает желание служить, думать о других, заботиться. И это называется любовью. Когда человек так действует, у него всё открывается в жизни. По факту, если человек так действует по отношению к близкому человеку, то проблем половых не бывает. Потому что когда люди в глубокой заботе относятся друг к другу, они чувствуют, что надо человеку. Они живут для него даже в половых отношениях. Для него они, для себя. И в результате два человека во всех отношениях в гармонии находятся. От верху и до низу. У них нет ни половых проблем, ни в общении, ни в отношении. И с этой точки зрения, тем людям, которые в благости находятся, тоже не сильно нужна астрологическая совместимость. Потому что они на самом деле просто служат друг другу, способны рядом друг с другом жить. Понимаете, для нас сейчас важнее не астрологическое совместимость, в отношениях. Для нас сейчас важнее очищать своё существование. Потому что когда в древней культуре люди знали, как любить правильно, как заботиться, они изучали это серьёзно. У них половина образования в школе было именно это, которое я вам сейчас рассказываю. А половина техническая, которая сейчас заполнила 99% в нашей школе. Люди, создавая семью, они точно знали, что надо делать, как работать над собой, как прощать, как просить прощения, чтобы счастливо жить. И такие люди, они также знали, что ещё счастливее можно жить, если у нас будет астрологическая совместимость. Это на втором месте стоит, понимаете? Даже нет совместимости, всё равно люди могут победить судьбу. Есть такая история, она недавно произошла. Один индус, а в Индии всегда принято, перед тем, как семью создавать, надо посмотреть гороскоп. Если гороскоп несовместимость, значит люди не сходятся друг с другом. И он полюбил девушку, и он посмотрел тайком, гороскоп видит полную несовместимость вообще. Будет трудно жить. Несовместимость означает, будет много трудностей в жизни. И он поменял свою дату рождения в паспорте. Поменял так, чтобы когда она посмотрела гороскоп, увидела, что полная совместимость. И они прожили, когда 20 лет, им было тяжело, но они победили судьбу, и они стали счастливы в отношениях. И он сказал ей, что я считаю, что... Ну, о них разошла речь об астрологической совместимости детей уже. И он сказал, я считаю, что это не главное. Главное — это трудиться для отношений, работать. Она говорит, но тем не менее у нас-то была астрологическая совместимость, когда мы сошлись. Он говорит, это просто твоя иллюзия. И он взял ей свою настоящую дату рождения, показал. Она посмотрела гороскоп и увидела, что там ноль совместимости было. Ноль просто. Понимаете? Выше просто естественной совместимости между людьми стоит труд над отношениями. Это цель моей сегодняшней лекции, чтобы вы это поняли. Если вы это не поймёте, никогда вы не сможете быть счастливы в семейной жизни. Это невозможно, потому что культура людей, которые живут сейчас на этой земле, находится между невежеством и страстью. То есть у нас есть только два варианта. Или мы будем в страсти жить друг с другом, мы такую культуру получим. Или мы вообще будем друг с другом жить в невежестве. Но в благости культура нашего, современного общества, нам возможности жить не даёт. У нас нет такого возможности, нет такого опыта, нет такого воспитания, нет таких отношений, нет такого знания. Всё, этого нет. Жизнь в благости всегда означает только одно, что человек очищает своё сердце с помощью духовной практики каждый день. Само сердце не очищается, само только кряхи выходят наружу. Так действует время на тонкое тело. Оно с каждым днём увеличивает количество трудностей, которые выходят из сердца. И поэтому человеку к старости так трудно жить, его уже всё мучает, напрягает, он постоянно не рад, старость не радость, говорят. Почему? Потому что больше и больше этой силы трудностей выходит из сердца в каждую секунду времени с возрастом. Но если человек очищает своё сердце, он занимает духовной практикой, то всё больше и больше счастья он обретает, потому что никогда карма не может победить душу. Душа всё равно сильнее любой судьбы. Она всё равно способна быть счастливой, несмотря на большое количество трудностей, которые выходят из сердца. Итак, мужская и женская природа. Надо понять, что у души есть три центра разума. Центр разума означает нацеленность, цель в жизни. Первый центр разума находится в области лба, и он нацеливает человека на знание. Мы стремимся к знанию все. И бывает так, что человек, даже ещё не родившись, а так всегда и бывает, человек хочет посвятить себя тому, чтобы достичь этого знания, чтобы победить судьбу, достичь знания. И тогда человек получает какое рождение, в каком? Женском или мужском теле? Мужском. Мужском. Потому что мужчина всегда достигает. Мужчина всегда пытается достичь, стремиться побеждать, достигать. Но когда душа хочет гармонии и любви, когда душа хочет счастья, когда душа хочет близких отношений, когда душа хочет почувствовать глубину отношений, глубину любви и постичь любовь, тогда душа рождается в каком теле? Женском. Видите, тело отличается изначальной нацеленностью. Это первый. Там, где находится лоб, там энергия разума связана с сознанием. Там, где находится сердце, там энергия разума связана с любовью. Поэтому у кого больше любви, у мужчины или у женщины? У женщины. У кого сердце более открытое, у мужчины или у женщины? У женщины. У кого больше способности достигать, побеждать, узнавать? Мужчины. Прощать. Прощать — это другое. Но если говорить уже про чисто функции разума, то прощение — это женская энергия. Женщине проще прощать, чем мужчине. Но это не значит, что мужчина не должен прощать. Развитый мужчина прощает быстрее, чем женщина прощает. Мы говорим об изначальных наклонностях. И так дальше движемся. Есть еще третий центр разума, который находится в области паха. И этот центр разума связан с желанием жить. Как вы думаете, желание жить имеет пол? Может, женщина больше жить хочет или мужчина больше жить хочет? Все хотят жить. Там нет пола. То есть это просто центр разума, который отвечает за самосохранение человека. Итак, мы поняли, что есть женская природа с рождения и есть мужская природа с рождения. Теперь у меня к вам вопрос. А может ли с рождения у человека поменяться мужская природа на женскую или женская на мужскую? Может? Нет. Нет. Вот эта цель, цель, которая рождается в душе перед тем, как получить тонкое тело, она не меняется. И тонкое тело женщины на мужское тонкое тело поменять невозможно с помощью гормонов. Потому что само устройство тонкого тела у женщины отличается от тонкого тела мужчины. Почему же тогда люди меняют пол? Это другой вопрос, который мы будем с вами обязательно обсуждать позже. Причина заключается в том, что человек не справляется со своей судьбой. Он не может, женщина не может жить в женском теле, потому что нет сил, не справляется. Я приведу такой пример. Вот, допустим, где женщина отдыхает, а где трудится? Вот где женщина трудится, на работе или дома? Дома, а где отдыхает? На работе. Где мужчина трудится, на работе. Где мужчина отдыхает? Дома. Теперь смотрите, если женщина, она, это почему она трудится дома? Потому что там сфера ее счастья. Именно дома, когда женщина создает себе уют и возможность, она испытывает огромное счастье женское. Там гармония возникает, там близкие отношения, там любовь. Это дома все происходит. На работе нет близких отношений, нет гармонии, нет любви. Там есть труд, достижение цели, долг там и так далее. Но женщина, когда на работу приходит, она там просто общается. Ее цель работы – это отношения. Ей нужны хорошие отношения на работе, чтобы она была счастлива. Она там отдыхает от дома, дома она трудится. Но если женщина, сама идея, что ей надо дома трудиться, вызывает у нее страх, она просто не хочет трудиться. у нее нет идеи трудиться. То она принимает решение, мне не нужен вот этот вот семейный уют, все это не для меня. Мне нравится просто работать. Видите, она переходит в своей деятельности на мужскую позицию. Причина – это греховность. Когда женщина не обладает достаточной силой трудиться по-женски, женщине, чтобы дома работать, нужна сила, потому что ее все там раздражает. Там раздражает грязь, раздражает плохой дом, там раздражает все, там сфера боли. В личной жизни у женщины сфера боли. И там же надо и трудиться. Это же тяжело, правильно? Легче же жить там, где нет сферы боли. А где нет сферы боли у женщин – это работа. Там нет сферы боли. Там боль возникает, если женщина начинает путать работу с домом. Если она начинает там пытаться близкие отношения со всеми строить, верить в начальника, как в мужа, тогда боль возникает. Это не сфера, где надо слишком погружаться. Женщина должна погружаться в семью. Но ей трудно в семью погружаться. Это аскеза. Часто женщины выбирают погружение в работу. И в результате они теряют себя. Мы об этом будем говорить попозже. Теряют себя означает устают сильно, теряют красоту, теряют склонность улыбаться, нравиться мужчинам. Негормональные функции начинают в последствии дальше страдать, развиваются бесплодие и так далее. То есть женщины теряют себя. Они уходят со своей линии жизни, когда они погружают чрезмерно в деятельность, а не в семью. И они замуж не могут выйти, потому что привлекательности не хватает. Привлекательность же развивается от того, что женщина погружается в семейную жизнь, а не в работу. Понимаете? По-моему, я вас замучил уже, да, конкретно? Да? Что, отдыхаем? Отдыхаем? Отдыхаем. А? Отдыхаем. Что, все, лекцию заканчиваем? У нас полчаса осталось. Ну вы устали, правда, с дороги. Наверное, сейчас буду петь только, что-то я много читаю. Говорю, лекцию читаю. Понимаете, это эгоизм так себя вести. Люди устали, а ты тут сидишь и болтаешь перед ним. Будем петь, значит. А мужчина у вас что-то выгружается? Вот мужчина тоже, ведь, понимаете, вот что в чем дело-то. Как это дома ему хорошо? Да, ему дома хорошо, а на работе плохо. Ему женщиной хорошо, а на работе плохо. На работе надо работать, там трудно, там трудиться. А если наоборот? На работе нормально. Это нормально. Это значит, что мужчина нормальный. Мужчине нормально на работе, он трудится, приходит домой, отдыхает. Дома его жена пилит. Это нормально. Нормально. Вот. Давайте сейчас, пока это уже более сложная тема, мы в 10 класс хотим прыгнуть с первого. Вот давайте сейчас первый класс закончим сначала. Вот смотрите, первый класс очень просто. Как деградирует мужчина? Мужчина деградирует таким образом. Трудно работать, трудно развиваться, искать себя в деятельности, им очень трудно. Какое решение? Кстати, у нас что-то не проветривается, у нас не хватает воздуха, это большая проблема. Где у нас руководители? Помогите, пожалуйста, надо двери открыть здесь, там, там, окна как-то, потому что все уже потеют, а мертвые не потеют. Вот. Поэтому нам надо как-то выживать. Организаторы должны следить за этим, чтобы в зале не было душно. Воздух должен идти, иначе мы с вами не доживем до счастливой семейной жизни. И мужчина, который чувствует, что ему вот упахиваться не хочется, не хочется работать над собой, аскезы совершать, развиваться, он начинает погружаться во что? Начинает погружаться в мысли о наслаждении личной жизнью. То есть женщина погружается в наслаждение трудом, а мужчина погружается в наслаждение личной жизнью. В результате он о чем начинает думать? Обалдеже, о женщинах начинает думать. А вы окошечки прикройте? Прямо чуть-чуть щелки оставьте, 15 сантиметров, да. И тогда никто не просквозится, раз, всегда воздух будет идти, два. А то можно чуть побольше открыть, чтобы воздух шел из одного. Я стою на одном, ты на другом. Весна какая выдалась, какие дни настали. Что же ты обиделась, зачем же мы расстались? Итак, и мужчина, он постоянно начинает концентрироваться на сексе. Постоянно думает о сексе. И вдруг смахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой Мадонна. То есть постоянно, он не может оторваться. То есть у него постоянно одна только идея. Думает о красивом женском теле, день и ночь. И постепенно такой мужчина, он теряет волю, самообладание. Он теряет возможность достигать чего-то, добиваться в жизни. И постепенно он приходит к тому, что его психика начинает действовать по-женски. По-женски. И когда у мужчины психика начинает действовать по-женски, то он не силой воли себя делает счастливым победами, достижениями, трудностями. А он себя счастливым делает уже развлечениями. И в конечном счете такой мужчина приходит к тому, что ему надо постоянно себя развлекать. Какими способами мужчины такие себя развлекают. Первое – секс. Второе – вино. Третье – игры. Четвертое – фильмы. Он уходит от активной деятельности и просто наслаждается жизнью. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе с ковшом вина в руке. Знаете? Это занесло мужика уже. То есть женщину на работу заносит, мужика заносит в дом. Ну то есть это означает аномалия. Эта аномалия постепенно, когда она становится очень сильной и выраженной, превращается в смену пола. Потом уже смена пола идет дальше. Почему? Потому что человек не может внутри своей природы жить, там же трудиться надо. А внутри чужой природы человек всегда отдыхает. Поэтому он решает отдыхать и забывает о том, что надо трудиться. Это болезни современного общества, которые хотят упорно доказать, что это не болезнь, а нормально. Ну ничего, нормально, будем жить, как живем. Итак, движемся вперед. Обязанности женщины. Обязанности женщины – это то, что делает мужчину счастливым. Не женщину то, что делает счастливым, а мужчину. Вот, например, является ли обязанностью женщины говорить мужу, «Разговаривай со мной нежнее». Нет, это не является обязанностью женщины. Больше того, такие слова могут разрушить отношения. Почему? Потому что, вот представьте себе, когда я не действую с позиции… О, уже кашля начали. Окно, пожалуйста, то поменьше, прям совсем так чуть-чуть, чтобы было. Щелочка, щелочка остается только. Можно там, оно есть функция, что сверху открывается? Ну, в эту функцию поставьте ее. Может, в Германии должно быть все нормально? И так, допустим, женщина говорит, «Пожалуйста, ведите меня со мной повежливее». Это ее обязанность или нет? Нет. Это действует точно так же, как разрушается любовь везде и всегда. Вот, допустим, представьте, я, допустим, не читаю лекцию так, чтобы вы были счастливы, а сажусь перед вами и говорю, «Вы внимательнее слушайте, пожалуйста, мы лекции». Внимательнее. Еще внимательнее. Сразу, фу, я вообще пошла с этой лекцией. Это что, нет, ее вообще слушать? И мужчина, когда ему говорят, «Ты нежнее, еще нежнее, еще». Он такой, что вообще не хочет ничего говорить уже. Понимаете, действует наоборот, прямо противоположно. Итак, давайте запишем, потому что всегда будет забываться. Одна из функций ложного эго — вводить человека в забвение. Всегда будет забываться. Первое записываем. Я изучаю свои обязанности и забываю про обязанности мужа. Во время лекции я конспектирую свои обязанности, обязанности мужа не конспектирую. Будет забываться обязательно. Я вас уверяю. Второе. Мои обязанности — сделать счастливым близкого человека, а не себя. А желание сделать счастливым себя в отношениях — это то, что убивает мою жизнь. Запишите себе, пожалуйста. Вы забудете сто процентов. Если я хочу в отношениях сделать счастливым себя, это разрушает мою жизнь. А сделать счастливым близкого человека — это мою жизнь воскрешает семейную. Эгоистическая культура настаивает на правах человека, а духовная культура настаивает на его обязанностях. Попытайтесь это понять. Эгоистическая культура настаивает на правах. Мы должны свои права доказывать в жизни. А духовная культура настаивает на обязанностях человека. Когда человека настраивают на выполнение обязанностей, тогда не нужно думать о своих правах. Сейчас объясню. Это духовное правило, духовной жизни семейной. Когда человек думает о своих обязанностях, ему не нужно думать о своих правах. Сейчас объясню, как это работает. Допустим, прежде чем это объяснить, я вам сейчас принцип раскрою. Всегда женщина от мужчины хочет мужского или женского. Мужского. Вы ошибаетесь. В этом иллюзия заключается. Женщина от мужчины хочет женского, а мужчина от женщины хочет мужского. Запишите, сейчас я вам это легко докажу. Вот женщина от мужчины хочет нежности. Это мужское или женское? Женское, конечно. Какая женщина в нежность в мужиках? Где вы нежных мужиков видели? А? Видели? Это уже другой вопрос. Женщина хочет внимательности от мужика. Где вы видели внимательных мужиков? Вот женщина заходит в квартиру, она видит все в ней. Как где что лежит, как что стоит. Она видит у Олега Геннадьевича, что там правильно, что неправильно. Все. Я у себя не вижу. Я, допустим, жену спрашиваю. Я, смотрите, жена спит. Я собираюсь в поездку. И ту вещь, которую она вообще за ней не следит. Понимаете? Эта вещь, она за ней не следит. Я спрашиваю. Не могу найти эту вещь. Она спит. Она вообще, то есть, она не бодростая. Она говорит, посмотри там-то. Я смотрю там, лежит точно. И женщина хочет от мужчины внимательности. Какой внимательности? У нее нет внимательности. Женщина, она настолько у нее внимательная психика. Она все видит вокруг, все понимает. Мужчина, он ничего не видит. Вот смотрите, девочка 5 лет. Она знает, как папа себя ведет, какой у нее характер, как мама, какие у нее отношения, все знает. Мальчик 5 лет что-нибудь знает? Кушать хочешь? Гулять хочешь? Ага. Все, вот он все, что знает, понимаете. Больше ничего не знает. У папы какой характер? Ничего не знает. Да вы ошибаетесь, это природа такая. Природа у мужчин такая. Мужчины нет вот этой функции, что? Я не согласна. Не, 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 все нормально. Вы послушайте меня внимательно. Послушайте меня внимательно. Вы не знаете многих вещей. Не знаете. Просто принимайте сейчас, пытайтесь понять. Я сейчас говорю о функциях. Бывают мальчики более внимательные, чем другие. Но это не значит, что это его природа. Внимательным быть в мелочах. Это природа женщины. Мужчина внимателен в цели. То есть он внимателен в том, куда ему надо двигаться. Я ли вам про пример не согласен, что вы девочки и мальчики? Если вы мальчика спросите, как же вы? Нет, вы ошибаетесь. У женщины природа… Нет, вы не согласны, потому что у вас нет опыта. У женщины природа видеть мелочи в характере, в отношениях. Женщины прирожденные психологи. Они знают точно, кто какой. Мужчины, они видят цель. Они не видят мелочи. У них нет вот такого чувства, как у характера. Они не рассматривают характеры. Им хочется знать суть, цель. Мама меня любит. Это то, что знает мальчик. А девочка говорит, мама у меня вот такая. У нее вот такие привычки. А мальчик говорит, какая разница? Мама меня любит и все. Этого достаточно. Понимаете? То есть попытайтесь понять разницу между мужчиной и женщиной. Это важно. Мужчина нацелен куда-то, как паровоз, вперед летит. А женщина, она не так устраивает. Да-да-да, вы правы. Мальчики как девочки, девочки как мальчики. Такое бывает. Это означает тяжелая карма. Это означает тяжелая карма. Если мальчик очень чувствительный, как девочка, это означает тяжелая карма мальчика. Если девочка грубая, как мальчик, означает тяжёлая карма девочки. Есть очень чувствительные мальчики, но не значит, что они не мальчики. Они мальчики с тяжёлой кармой. А есть девочки грубые, девочки с тяжёлой кармой. А я говорю сейчас про мужскую природу и женскую. И привожу, жу классические примеры. Да, есть исключения, есть правила. Да, есть исключения, есть правила. Правило такое. Девочки более внимательны и более осознаны с детства, чем мальчики. Они более осознаны. Вот у кого есть мальчик и девочка, примерно одинаковый возраст. Вы согласны со мной? Абсолютно. Девочка всё шарит, соображает, она всё понимает, видит. Мальчик, у него есть идея какая-то. Там он разбирается в этой идее. Остальное его не волнует. Если его спросить в компьютере, он всё вам покажет, что там. Это его идея. Но остальное он не видит. А девочка всё видит вокруг. Её идея – это гармония. Она пытается сгармонизировать, всё понять. У неё идея – это любовь, гармония. У мальчика идея – цель, компьютер. Если у него компьютер – цель, его цель. Мячик, футбол – значит, это его цель. Он там знает, что как пнуть, что сделать, кому свистнуть. Всё знает. Но остальное его не волнует. У него сознание по-другому. Мужчина сфокусирована сознание в одну точку, в одно место. А у женщины она очень детально распределено. Женщина всё видит сразу. Мужчина видит только суть. Так, психика работает по-разному. А? Конечно, женщина гармоничнее. Конечно, женщина гармоничнее, чем мужчина. А если женщина считает, что она негармоничнее, она будет некрасивой. Женщина должна считать, что она гармоничнее, чем мужчина. Однозначно. Если женщина смотрит на себя в зеркало, она должна как смотреть? Должна так смотреть. Думать, блин, какая красивая. Вообще. Неужели дураку какому-нибудь достану? Так мы изучаем природу мужчины и женщины, пытаемся понять разницу. В чём разница? Мужчина гармоничный очень, женщина очень гармоничная. Это разные природы. Просто женщина, так как у неё женское задание в жизни, она себя считает более гармоничным. Мужчина мужское задание, он себя считает более гармоничным. Но мы должны учиться служить. Не считать, а служить. Это значит, женщина должна считать мужчину более гармоничным, учиться. А мужчина женщину более гармоничным должен считать. Тогда будет счастье уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok